вы меня слышите видите алё покажитесь пожалуйста я вас не вижу я вас слушаю внимательно так решили ночью да вы же позвонили мне сказали что это ночь невыносимо до чем могу помочь чем могу быть полезен как вас зовут женя женя очень приятно меня зовут хасай хасай такое простое имя давайте поехали что там у вас нет проблема что я со своими детьми не могу общаться я вас понял я вас понял очень плохо себя чувствую хорошо хорошо я постараюсь вам дать совет сейчас чистки полезный совет мы же не занимаемся лечением там еще чем-то повлиять послушайте меня внимательно мы эту запись записываем вы знаете мы когда разговариваем мы специально предупреждаем мы делаем виде запись для школы чтобы другие люди которые посмотрят нас послушают что мы говорим и мои советы послушают и кому-то это тоже может очень сильно пригодится хорошо но даже улыбаться не можете да это молодец какая вы выглядите прекрасно между прочим как с картины там леонардо да винчи вот если все посмотрят о вас сейчас на самом деле так спасибо на самом деле так ну давайте давайте потихонечку потихонечку поехали вы можете мне не рассказывать какие-то личные проблемы нашей школе это не принято вот если человек не хочет он не рассказывает просто он говорит о своем состоянии и я подсказываю как из этого выйти так у вас напряжение сейчас высокая или маленькая высокая до ваша сколько времени вот где вы находитесь воронеж 417 воронеже а я нахожусь москве то есть у нас одинаковое время я в москве тоже нет нет я имею ввиду время у нас часовой поиска теперь слушайте мы сначала измерим напряжение как на градусник и вот смотрите вот это будет 10 это шторм а этот но это штиль чем выше чем выше тем хуже чем ниже ну вот столько это нормально половинка это нормальное состояние а когда вот 0 это все пофигу такое состояние глубокой задумчивость и когда у вас ничто не волнует там мозг начинает восстанавливать а вот сейчас мы измеряем вот вы сейчас скажите где вы находитесь это 10 а это ноль вот мне кажется ближе к десяти у меня какое-то пиковое состояние просто понял вас я вам сейчас дам совет в результате которого через несколько минут буквально у вас снизится это напряжение и вы сами измерите себе и скажете как она снизилась если не до конца снизилась я вам еще советом недавно практикуя вот а сегодня утром делала мне легче стало а что вы делали того что вчера мы показывали а где вы это видели я в марафоне а в марафоне вы участник нашего марафона понятно 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 и что а вас мне рассказывал у нас один оператор есть в воронеже на таком приборе работает интеллектуальный медиас и он рассказывал что обучение у вас тоже проходил понятно поэтому передайте значит упражнения вы из метода ключ уже знаете что вы делали сами но из стороны в сторону руками как синхронизация дорог покажите как вы это делали я вам сейчас дам советы и вы будете это делать лучше и у вас сразу наступит улучшение телефон держу держите ничего страшного ничего страшного мы можем и пришел умеет и делать и без шума вы просто делаете что-то болтает крутить дальше разрабатывать а потом что вы еще пробовали потом мне еще понравилось как-то я видела вот одну руку представлять как она деревенеет да и представлять свое какое другое состояние вот это мне очень помогает получается да молодец то есть вы вызываете каталия все руки она деревенеет и в это время у вас состояние меняется да да понятно понятно это одно из упражнений ключа напряжение утиливала потом отпускала но тоже легче правильно но сейчас я вам на простом совете нам простой совет значит продолжайте делать шалтай-балтай продолжать сейчас делать просто делайте делать и вот так и пустите мысль на самотек то есть переживайте о чем вы переживаете а то мы переживайте у вас же наверно есть о чем переживать вы можете этого не рассказывать вы просто переживаете и это переживание сочетаете с повторяемым действием которое вам больше всего подходит а может вам хочется там какое-то другое добавить действие что вам хочется добавить плакать хочется плакать хочется да или что добавить хочется добавляйте 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 плакать хочется плачки потому что на фоне этих движений на фоне этих повторяемых действий на фоне вот этого теста вы показывали сейчас ключевой тест ключевой тест на фоне этих упражнений переживания идут быстрее несколько раз быстрее вы сейчас заметите что но сейчас сами увидите я не буду вам говорить что замерите вы сами увидите да и как будто сейчас прожила это уже как-то все уже все уже в этом состоянии нахожусь а это вот ну давайте давайте мы закрепим эффект результат закрепим давайте продолжать еще продолжайте немножко сейчас еще что-то выплывет там из подсознание какие-то неприятности которые давно накопились какие-то эмоции которые вас держат все время в напряжении они сейчас вылезут все особо не быстрее вылезли вспомните себя счастливым моменте когда вы были счастливы что пожалуйста вспомните вот этот момент в жизни когда вы были счастливы счастливы вот что-то вы делали в этот момент где-то вы стояли или ходили или сидели что-то вы делали с кем-то разговаривали вспомните вот это и на фоне того когда вы вспоминаете счастливый момент у вас вылезут все эти неприятности на контрасте на контрасте нам этот контраст и нужен и пускай вылезают пускай вылезают его не мешайте это называется оптимальное переживание то есть когда вы переживаете сочетание в сочетании с какими-то простыми повторяемыми действиями которые вам в этот момент хочется сделать делайте делайте хотите плакать хотите смеяться смеетесь хотите быстрее крутится быстрее крутитесь хотите медленнее хотите меня вот вы прослушайте себе что вам хочется делать и делайте это какая молодец наверное школе хорошо училась а какой предмет школе больше всего нравился делать и делать вот теперь вы переживаете вы делаете желтая болта и вместе с этим вспоминайте то счастливый момент а когда вырезает неприятность какая-то думаете о неприятности пожалуйста потому что на фоне этого ключевого упражнения у вас вы как на руках у мамы которая вас покачивает вы защищены совершенно абсолютно защищены и можете переживать и чем угодно переживайте правда легче переносится все легче переносится правда поэтому мамы нас покачивали в детстве когда мы плакали мама брала на руки и качала нас но это интересно правда вот вот молодчина какая молодчина вот видите как можно даже не спрашивая человека какие у него проблемы ему помочь потому что это приемы уникальные универсальные приемы просто вы делаете сейчас сознательно осознанно то что делали бессознательно когда человек нервничает он же когда переживает он ходит туда что по комнате там пальцами стучит ногой качает он же делает то же самое только он делает несознательно а вы сейчас делаете это сознательно сознательно то есть это управляемый вами процесс да да расслабление пошло давайте давай пусть идёт пусть идёт пусть идёт пусть идёт пусть идёт пусть идёт молодчина какая молодчина евгения из воронежа красиво звучит а вы в детстве стихи писали да ну а сейчас пишите стихи да да ну какая молодец а что вы ещё любите делать рисовать молодчина какая ну танцу чем вы рисуете правополушарная пробовала ну чем швам ручкой гуашь гуашью да понятно понятно молодец какая арт терапия так называемая молодец молодец делайте делайте вы знаете что у вас всё хорошо получается и вот ещё что я вам хочу посоветовать имейте ввиду что после этих упражнений у вас наступит после действий ну это как лекарство приняло эффект потом наступит и вот это эффект который у вас наступит он будет очень хороший он будет просто прекрасно но если какой-то период он будет сопровождаться слезами или вам захочется потянуться вы сделаете все что вам захочется хорошо а потом после этих упражнений сядьте и просто посидите и смотря в невидимую тему и не точку остановить взгляд рассеянный взгляд это называется стадия после действия это методе ключ стадия после действия называется момент истины и не меньше двух минут так посидеть думая о своем его что там захочется допустим покачиваются покачиваетесь хочется плакать плачь не хочется смеяться смеетесь хочется спать идите спать что захочется то и сделайте потому что там как раз таки открывается что вашему организму еще не хватает чтобы сделали и восстановили свое нормальное хорошее настроение у меня поняли да ну сколько сейчас у нас на градуснике вот этот градус нехорошая вещь сразу можно проверить как бы так мысленно да на каком ты находишься спасибо очень приятно познакомиться и то что принять от мастера еще в самый нужный момент пиковый спасибо вам молодчина какая молодец но вы вы пожалуйста помните о стадии после действия что-то вам захочется сделать еще раз делайте хорошо да я отпущу тело и захочется плакать плачь и захочешь смеяться смеять захочется спать и спать и что захочется то и сделать тогда восстанавливается здоровье у вас появится творческое состояние у меня поняли если что-то будет уже напишите то напишите я вам дам совет еще один совет какой-то хорошо ладно его доброго благодарю доброй ночи согласны мы вы стоим сейчас у на школе да согласно да пусть я учатся тоже пусть они применяют эти приемы ну тут один раз мы так чтобы они узнали и другие приемы тоже они должны выходить на вебинары задавать вопросы конечно тем более что даже и не спрашиваю что конкретно тебя волнует это очень здорово правда да простое быстродействующее лекарство спасибо вам за лекарство до свидания доброго